Всем привет! Это новый влог и я его начинаю уже у входа или у выхода. Короче, одела сегодня спортивный костюм, такой бежевый, и жилетку. У нас вообще на самом деле плюс один и достаточно прохладно, но у нас все дела, они в машине. Поэтому я, дабы не зажариться, решила все-таки, что оденусь полегче. Я решила сегодня не делать макияж. Лицо отдыхает. Кстати, голову сегодня мыла, поэтому сделала хвостик, чтобы как-то все это дело собрать воедино. Нанесла биби-крем, чтобы защитить лицо от ветра и погодных условий и блеск для губ. Сегодня на этом все. У нас появились планы всякие, а сейчас по дороге все расскажу. Погнали! Вообще, мы хотим давно купить уже в спортзал телевизор, и поэтому хотим поехать и посмотреть. Телевизор один. Вот. Также нужно заехать в Сбербанк. Также я хочу зайти в Фикс Прайс. Также мы хотим еще в Вайлпере заехать. И еще купить в другом месте роутер. Потому что у нас роутер старый, и у нас такие у провайдера скорости, что нашего роутера не хватает. Мы хотим поменять роутер. Вот столько планов пока что. Посмотрим, что успеем. Еще вообще по-хорошему бы и в магазин продуктовый я бы хотела зайти. Посмотрим, что мы сегодня успеем. Сегодня такая хорошая погода. Прямо небо голубое. На самом деле не так тепло, как выглядит. Выглядит прям как весна-весна. Но сейчас плюс один. Вообще, не жду. Мы, короче, перед тем, как выезжать, все так было чистенько. Нам это вот это вот. И посмотрите, мы ехали и так ляпало. Там по частному сектору. Короче, мы решили объехать, чтобы быстрее. Что нам заляпало аж впереди все. Заехали на заправку. Раскричалось там что-то. Да, у них тут до сих пор еще с Новым годом поздравляют. Так, и, кстати, мы уже купили роутер. Так что он где-то там сзади уже лежит. А вот телек решили в другой раз выбирать. А сейчас едем... Куда мы едем? Нужно заехать в банк. И вот сейчас заправимся. Заедем в банк. Или не в банк, просто в банкомат. И еще я хочу в фикс прайз зайти. Но там чисто я хочу ментос. Какие-нибудь конфетки такое по мелочи. И потом еще в магнит. И в Вайлберрис. И дома будет обзор покупок. И обзор посылок Вайлберрис. А я, кстати, в Вайлберрис буду мерить рубашку. И платье я заказала, перезаказала на размер меньше. Поэтому, наверное, в Вайлберрис я поснимаю для вас. Покажу, что там я купила, что мерила. Я уже на Вайлберрис. У меня здесь белье. Вот такой вот топ из твоего. Еще один бесшовный топ какой-то без косточек. А, тоже твое, кстати, Эмки. Но их я мерить не буду, наверное. А хочу померить платье. Пришло другого размера. О, еще носочки. И хочу померить рубашку. Вот сегодня ботинки обула. Удобные ботиночки такие. Рубашечка такая вот. Застегнула один рукав показать. Ну, понятное дело, ее нужно бы погладить. Ну, вообще, по размерчику хорошо. Вот, очень необычный фасон. Здесь вот так вырезано. И сбоку вот так вот сделано. Короче, это будет прикольно, когда я ее отглажу. А платье все равно большое. Я хочу еще меньше на размер. Вот, но его сейчас нет. Буду ждать, пока появится размерчик поменьше. Потому что, вот, видите что? Оно очень сейчас большое. Хотя я взяла на размер поменьше. Я хотела оверсайз, но, блин, не знаю, не настолько. Так, мы уже дома. Тут целый пакет всего посылок, продуктов. Смотрите, примеряем, как будет выглядеть столешница. Ой, в смысле, вот эта конструкция, островок со столешницей. Ну, выглядит, конечно, супер красиво. Но будет тут другая, чуть-чуть будет. Вот, это так, так сказать, для примера. Давайте распакуем Wildberries. Я туда отнесу, сейчас там все покажу вам. А здесь распакуем другие покупки. Закупочка небольшая. Я, как говорила, зашла во все фит-прайс за Ментас и Холст. 43 Ментас стоит, 39 Холст. И вот такие конфетки купила к чаю. Короче, тут ничего не было написано. Просто сладуница, и все. Я их купила. Тут вот состав почитала, но тоже непонятно. А, ну вот, сверху написано. С корпусом из мягкой карамели и молочной начинкой няшечка. Ну, что взяла попробовать, я не смогла даже одну конфету доесть. Чтобы вы понимали, она здесь вот. Я открывала попробовать. Пол конфеты осталось. Их прям няшечку эту надо с чаем. 69 рублей стоит. 200 грамм. Короче, знаете, на что похоже? Вот кто любит коровку, обычную вот эту, такая, знаете, масса, типа как карамель мягкая, называется коровка-конфетка. Вот снаружи такая вот оболочка, а внутри белая мягкая такая начинка. Ну, прикольно, наверное. Ну, я бы второй раз не взяла, но с чайком попьем. Так, еще и стоит на 69 рублей. И вот такие семечки от Мартина, 55 рублей за 100 грамм, тоже фикс-прайс. Одни из самых вкусных семечек вообще. Вот от Мартина и Бабкины. Все время их покупаем. Я, конечно, с солью люблю. Так, еще молочко. Это мы в магнит еще... А, это, наверное, из фикс-прайса тоже. 79, по-моему, стоит. Не молоко. Это мне. Также в магнит зашли мука, сода и уксус. Я потому что недавно чистила посудомойку соды и с уксусом. Там нашла рецепт. И у меня все это позаканчивалось. Поэтому купила соду, уксус и муку для выпечки. И сырок с улугуни, тоже в магните. Буду готовить хачапури по-аджарски на днях. Вот. Это то, что из покупочек продуктовых. Пойдемте еще в Айлберрис покажу. Так, что в итоге я забрала? Забрала 4 посылки. Не забрала, только платье. Но, к сожалению, оно тоже на меня оказалось большое по размеру. Я решила не оставлять вообще. Так что сдала его. Забрала рубашку. Ну, я показывала вам, как ее мерила. И забрала 2 топа и носки. Сейчас распакую, покажу поближе. Так, мне удалось все раскрыть. В общем, топики такие интересные. С твоей. Взяла в двух цветах. Розовый и бежевый. Почему бежевый взяла? Ну, не 2 бежевых, а такой и такой. Потому что он такой бежевый, что, наверное, не подо всю светлую одежду подойдет. Мне кажется, что, возможно, к некоторым, допустим, белым футболкам лучше подойдет даже розовый. Он такой более нейтральный. Он не ярко-розовый, а прям такой, ну, нежненький цвет. Вот. Белый слишком яркий. Что-то как-то, не знаю. Ну, вот бежевый, конечно, красивый. Возможно. Я хочу, знаете, что я их постираю и хочу их одеть, попробовать, поносить, насколько он удобный. Потому что я другой модели до этого покупала. Но вот эти мне, конечно, тоже нравятся. Насколько он хороший по качеству окажется. И тогда уже определюсь. Я, наверное, закажу, ну, недельку. Обычно я такие топы всякие заказываю, которые мне удобны, неделькой. Чтобы у меня было на все дни, то, что я их меняю каждый день. Все, что к телу, не ношу два раза. То есть я вот его надела, и все, и в стирку. Поэтому очень удобно, если бы у меня их было стучек семь. Давайте посмотрим состав. Так. На РУ-172 это М-очка, 46-й, нейлон и эластан. Вот. Надеюсь, по размеру все подойдет. Я, знаете, больше... Ну, я думаю, что М вот в данном случае будет хорошо. Потому что в твое всегда с размерами все четко. Они не маломерят. Так. Ну, главное, чтобы такие топики они не давили. Ну, классный же он. Видите, он бесшовный. То есть вот здесь есть, ну, понятное дело, сбоку. Как на любом бесшовном белье. Мне сейчас вот очень бесшовные трусики тоже нравятся. И сверху вот здесь соединено. Ну, бывает, если качество не очень бесшовного белья. Я сталкивалась с таким на Вайлдберрис, что оно может расклеиться после... Особенно, когда у меня сушилка же. И помимо стиралки еще и сушка. То есть это агрессивное достаточно воздействие. Посмотрим, как они продержатся. Но на ощупь, конечно, это потрясающе приятно. Здесь есть еще вкладочки. Я надеюсь, они вытаскиваются. Потому что я такое не очень люблю. Не знаю. Наверное, как-то они... Ну, посмотрим, будут они мешать или нет. Бывают такие тоненькие, удобненькие. А бывают, которые мешаются прям. И я их убираю вообще практически всегда. И также заказала мои любимые носки. Покупаю их в твое уже несколько лет. Использую их как домашние именно носочки. Здесь две пары. Размер от 35 до 41. Ну, в общем, они идеальны для... Ну, как по мне, так для сна. Для того, чтобы дома ходить. Они такие мягкие, приятные. Что тут за состав? И тут две пары еще, к тому же. Так. Полиэстер. Конечно же, наш всеми любимый полиэстер. Ну, очень мягкие, очень приятные. Сейчас я их раскрою, покажу цветовую. Ну, а какой тут цвет прикольный еще. Вот такая классная расцветка. Я сейчас люблю все такие оттенки. Ну, белый, понятно, всегда любила. Но сейчас... Я раньше любила белый с серым сочетать. А сейчас, как вы видите, у меня очень много бежевых вещей. Каких-то молочных. Ну, да, белый всегда любила. Но сейчас мне нравится сочетать его с каким-то бежевым, коричневым. Вот, посмотрите, какая красота. У меня еще как раз новое платье, такое домашнее, ночное. Там, кто помнит, на Wildberries тоже я заказывала и вам его показывала. Там сердечки такие от белого до темно-коричневого. И с этим платьицем идеально будут эти носки. То есть, такие спокойные, нейтральные оттенки. Мне сейчас они очень нравятся. Ну, и рубашка. Рубашку, кстати, брала. Называется цвет бежевый. Просто потрясающий. В размере L. И посмотрите состав. 90% хлопок и всего лишь 10% полиэстер. Тут, посмотрите, как красиво все выполнено. Я показала ее в Wildberries только на мне. А здесь я хочу уделить внимание, насколько она хорошо сшита. Нитки это просто, ну, поприлипали. В основном она очень хорошо сшита. Если посмотреть, ну, аккуратные швы, очень симпатичные пуговицы. Все так красиво. Вот дополнительная прострочка есть. Все прям мне очень нравится. Впереди кармашек. Ну, нитки надо будет пообрезать. Я вообще ее в стирку отправлю. Вот такой вот кармашек. Ну, все очень симпатично. И плюс модель, она необычная. Она идеально подойдет и заправлять, и на выпуск. Здесь очень широкий разрез. То есть она идет, вот такой крой у нее. Ну, кто-то отзывался, что не нравится. Мне очень понравилось. Много кому там очень понравилось. Вот так полукругом. И здесь вот такие большие разрезы. И получается спинка удлиненная. И впереди тоже и спинка. А здесь вот такой глубокий вырез. Почти до талии. Ну, это именно и на выпуск. И, ну, это будет шикарно смотреться. Но я на себе показывала. Но сейчас она помятая. И это не очень понятно. И хочу показать на спинке тоже, как здесь красиво, смотрите, выполнено. То есть она прям по спинке хорошо сидит за счет вот этих вот деталей. И здесь вот такая вот петелька. Ну, все вот прям, знаете, гармонично, красиво, аккуратно. Но сейчас не очень понятно из-за того, что помята. Обязательно, когда поглажу и решу ее надеть, я вам покажу. Я давно искала бежевую рубашку. Кто помнит, белую на Вайлдберрис покупала тоже этой зимой. И вот решила бежевую купить. Прям кайфую. Отличный цвет. Вот такие вот были с Вайлдберрис посылки. Так, я сегодня готовлю вкуснейшие котлетки в тесте. Это уже сейчас буду отправлять в духовку. Потому что у меня она греется до 180 градусов. Уже 173. И, соответственно, сейчас уже отправлю. Я их уже слепила, смазала. Как видите, вот такие красавцы. Еще второй противень будет. У меня всего получится 25 штук. Вообще было тесто немного. Всего 330 грамм муки. Просто, ну, во-первых, оно дрожжевое. Видите, как хорошо подходит. А, во-вторых, я делаю... Ну, у меня котлетки заморозки. Они у меня небольшого размера. Вот, то есть, в принципе, если такая классическая, стандартная котлета, то получится где-то, наверное, штук 12. Но у меня получается 25 мини-котлеток в тесте. Я люблю делать все мелкими порциями. И выпечку, и котлетки, и все остальное. В общем, сейчас буду лепить вторую партию. А первая пока будет выпекаться. Вот, потом покажу результат. Вообще, я никогда в жизни не готовила именно котлеты в тесте. Ну, сосиски в тесте, понятно, готовила. А котлеты в тесте, давно мы не вспоминали про них. А тут что-то вот как-то вспомнилось и захотелось. Поэтому нажарила котлет. Сделала тесто, пока котлетки жарились. И вот пеку. Опять-таки, как вы знаете, рецепты не показываю, чтобы влоги не были просто супер длиннейшими. Я взяла рецепт, просто загуглила котлеты в тесте, нашла. Котлеты у меня были, мне не нужно было их готовить. Нашла рецепт теста. Получилось хорошее, прекрасное тесто. Поэтому я не показываю рецепты из-за того, что когда ты готовишь это блюдо в первый раз, ну, странно показывать рецепт. А я люблю разнообразие, поэтому многие блюда я, в принципе, готовлю в первый раз. И рецепты не запоминаю, потом просто новые гуглю, ищу и делаю котлетки. Кстати, лайфхак, как я ищу. Когда я гуглю котлету в тесте, я всегда ориентируюсь на внешний вид. То есть вот если мне понравилась картинка автора, то есть я видео не люблю смотреть, я люблю, где просто написано с фотографиями, поняли, да? И вот если мне нравится картинка автора, то я уверена, что и рецепт мне понравится. То есть мне нравится внешний вид. Я визуал, и поэтому... О, разогрелась даже больше, чем надо почему-то. Я на 185 ставила. Может, 188. Вот, отправляем, короче, в духовку, и потом покажу результат. Но, как идея блюда, надеюсь, вам тоже понравится. Вдохновляю вас на вкусные вкусняшки и идеи блюд, как обычно. Так, первая партия готова. Подрумянились котлетки в тесте. Вот такие получаются. Очень сейчас горячо их трогать, но пышные. Пышные малыши. Итак, мы садимся вкусненько кушать. Наши котлетки еще горяченькие. Суп и квашеная капуста. И острый перчик. Всем, кто тоже кушает, приятнейшего аппетита. У нас тут происходят важные дела. Столешница. Вот. В общем, кто помнит, мы покупали бортики, чтобы заклеить ее. Вот. И она готова. Покажу поближе цвет. Ну, в принципе, он очень похож. Вообще, то же самое, что у нас вот тут. Вот такой же цвет столешницы выбрали. И решили сделать вот эти вот полосочки. Можно было их сделать в длину. То есть, как бы вертикально. А можно было горизонтально. Мы посмотрели, но вертикально смотрится намного красивее. Вообще. Выглядит столешница потрясающе. Ну, как будет все полностью готово. Я потом покажу вам результат. Я так счастлива. Это будет очень красиво. Уже красиво. Я вообще сейчас планирую поухаживать за собой. Сделать какую-нибудь масочку для лица. Вот. И хотела чуть-чуть... Сейчас разбираюсь в косметике как раз в масочках. Потому что мы еще до конца не доделали ремонт ванной. И, ну, как сам ремонт это делали. Но еще не сделали раковину и тумбу под ней. А там будет храниться многое. Вот я сегодня разбирала всякую косметику и свои масочки. Сейчас покажу их в ванной. Вот. И здесь на косметическом столике тоже чуть-чуть прибралась. Вот. Кто спрашивал про мою косметику, даже не знаю, какой обзор можно на нее сделать. В общем, у меня вот так выглядит мой макияжный столик косметический. Здесь стреляж. Я его на ночь закрываю. Ну, потому что зеркало напротив кровати. И вроде как так нельзя. Ну, по крайней мере, я такое слышала. Вот. Здесь у меня хранятся ободочки. Очень удобная штучка, чтобы убирать волосы от лица, когда делаешь макияж. Чтобы ничего не мешало. У меня два таких. Такой, такой. Я их покупала для видосов на бьюти-канал и пользуюсь ими в жизни. Очень удобные. Всякие. О, этот бальзамчик надо в другое место переложить. Здесь у меня еще на iHerb заказывала коллаген тональник. Но у меня сейчас много тональников, поэтому он лежит пока. У него срок позволяет. Зазу. Вот такой тональник тоже на Wildberries заказывала. Здесь у меня тинт. И, в общем, все, что я сейчас не пользую, но планирую, чтобы про это не забывать. Крем для рук, бальзамчик там. Этот. Ну, короче. Такой. Это тоже сайхер кармекс. Я его люблю. Летом он с SPF. Да. Здесь еще один. Вот такой вот тональник в сухом виде. Ну, как консилер, но он такой, знаете. Сейчас покажу, кто еще не видел. Вы, наверное, знаете. Вот такой широкий. Это, по-моему, я с Алика заказывала. Вот. Конечно, очень жаль, что iHerb закрылся. Это был основной источник вообще моей косметики. Сейчас больше на Wildberries заказываю. Здесь все мои кисти. Тут тоже у меня наборчик. эльф сайхер, но он такой уже тоже бывалый. Потому что заказывала давно. И всякие кисточки с Алика, с Wildberries. В общем, все, что мне может пригодиться. Это все крупные кисти. Всякие там для нанесения всяких текстур. Это для... Я использую... Ну, можно как для бронзера, но мне очень нравятся... Румяшки. Вот, наносить этим румяшки. Кисть для пудры. Кисть, чтобы убирать остатки макияжа. В общем, еще одна кисть для пудры. Здесь вот для румян тоже. Но больше для бронзера. Очень много всякого разного. Вот такая кисть, чтобы наносить всякие масочки. В общем, дальше у меня идут карандаши для губ и помады для губ. Здесь у меня стоят жидкие помады. Недавно перебирала вроде... Да, обзорщик из меня, конечно, еще тот. На макияжный столик. Но это во влоге, поэтому я так вам показываю спонтанно. Здесь у меня SPF 50 чуть-чуть осталось с лета. Да, пользуюсь весной. Всякие. Это тоже Say Herb. У меня их два. От Rimmel. Потемней и посветлей. Вот. Вот этот я использую для контуринга. А этот просто. Консилер. Вот. Что еще? Здесь у меня базы под макияж. Тинт. Для губ. Вот этот пленочкой снимается. Тоже прикольный. Здесь у меня консилеры разных оттенков. И как бронзер можно использовать. И как темный и светлый. Зеленый он маскирует всякие покраснения. Вот это мой любимый консилер, который я заказываю на Wildberries каждый раз. И каждый раз вам его хвалю. Очень классная штучка. От Rimmel. Тоже Say Herb. Остатки консилера. Надо бы допользовать. Вот такой консилер я использую как бронзер тоже. Для подчеркивания скул. Здесь у меня консилер закончился. Но остались. Жидкий хайлайтер остался. Он мне нравится. Поэтому пользую. И вот такой вариант. Стик. С одной стороны консилер. С другой корректор. Ну то есть вот такой тоже бронзер. Типа того. Крем для рук. Здесь у меня эльф. Что это? Мист. А, это который закрепитель макияжа. Это основа под макияж. Надо бы тоже допользовать. Тут у меня тональник от эльф. Вот этот тональник очень классный. Но он мне пришел ударенный, бракованный. Мне, кстати, за него на iHerb даже деньги вернули. Я не знаю, в норме ли еще тональник. Надо, кстати, посмотреть. Тут непонятно. Надо найти и посмотреть. Вот. Но он такой вообще классный. Мне очень нравится этот тональник. Да, он полный у меня. Я что-то про него забыла и не пользуюсь. Вообще, у меня очень много тональников. Но вот сейчас даже, да. Вот этот. Вот этот вообще не начатый. Вот этот новый. Надо бы начать ими пользоваться. Но дело в том, что очень часто я в последнее время пользуюсь, подсела на BB крема. Вот у меня тоже от Zazu. BB крем вот такой. Со спонжиком. Вот этот очень... Ну, этот в основном с собой удобно брать. Но я все равно периодически пользую его и дома. У меня к нему есть сменные блоки. Вот видите, запасной консилер всегда есть. Сразу заказываю то, что я его обожаю. Здесь кисти, которые я беру с собой в поездке. Это контуринг. Батарейки для всяких моих причиндалов. Реснички завивать и все такое. Массажеры там всякое. В общем, много чего. Не знаю, как за раз это все вам рассказать. Вот такой электрический массажер с электротоками. Вот этот мой любимый. Он действительно нефритовый. Это не пластик. Хочу, кстати, еще этот скребок найти где-то. Вот запасной сменный блок для моего биби-крема. Вот. Это что? Это, кстати, классное средство от пигментных пятен. Оно ядреное. Оно помогает очень хорошо. Так. И там у меня всякие спонжики запасные. Да, там много всяких запасных спонжиков. Еще один контуринг от Эльф. Вижу. Ну, в общем, всякая билиберда. Хайлайтер вот такой. Мне очень нравится. Я его заказывала на Алиэкспресс. Ну, вот этот бренд, он там вообще повсюду. Вот. У меня от него много хайлайтеров. И вот этого бренда хайлайтеры просто великолепные. Вот еще хайлайтер. Такой уже затертый. Любимые цвета уже все использованы. Вот новый лежит. Короче, хайлайтеров много. Вот еще хайлайтер, кстати. Лоу-кит очень классный. Вот. Это у меня румяна, но они какие-то странные. Больше на хайлайтеры похожи. Не знаю, допользую ли я их в итоге или выкину. И здесь у меня румяшки. В двух цветах. Здесь такой более коралловый. А здесь более розовый. По настроению. Ну, и куча спонжей. Ну, вот так приблизительно плюс-минус. Показываю вам, что у меня из косметики сейчас есть. Это все у меня тинты для губ. Вот этот винный тинт супер классный. Вот. У меня их пять. И там два запасных цвета любимых. Также у меня здесь еще вот такие тинты для губ. И вот такие. Это больше оттеночные бальзамы для губ. Но тоже с тинт эффектом. Дальше. У меня здесь духи. Духи я пользую только масляные. Поэтому они у меня здесь вот в такой вот секции стоят. Кстати, два отдельных как контейнера. Я их совместила. Они специально так сделаны, чтобы их можно было совмещать с друг другом. Очень удобно. Вот здесь у меня находятся помады. Любимых оттенков всяких. Это все именно классические. Не жидкие, а такие помады жидкие. Как я сказала, вот тут у меня и карандаши для губ. Так, что еще тут у меня? Это для кутикулы, это помада, это блеск оттеночный. Тут тоже блеск для губ. Все возможные консилеры, которые... Вот здесь у меня стоит то, что я хочу допользовать уже. Вот тут еще такие же тоже остатки консилеров. Вот это мои любимые румяшки с iHerb. Поюзанная крышка, потому что она у меня разбилась и пришлось ее заклеить. Wet and Wild. Вот очень крутые румяна. Надеюсь, они найдутся где-то. Ну, надеюсь, что они где-то продаются еще помимо iHerb. Здесь еще один блеск для губ. И еще один тинт. Ну, бальзам тинт. Да, здесь у меня основа под макияж. Кстати, заканчивается, надо бы новую заказать на Wildberries. Но я не заказываю, потому что у меня есть еще вот такая. Хочу ее тоже допользовать. Классная. Очень приятно пахнет. Здесь тоже от Wet and Wild. Еще на iHerb заказывала. Это стик типа консилера. Я его беру вместо тоналки, вместо всего. Очень классная штука. Я беру и вот это, и вот это в поездку. И все. Для тона лица этого достаточно. Либо беру вот такой бибишечку. Так, что еще тут у меня? Это карандашик для бровей. С одной стороны светлая часть, с другой стороны коричневая. Щеточка для бровей, которой я постоянно пользуюсь. От e.l.f. Очень классная. Обожаю. Приятная. Здесь у меня это был тоже сайхерп от e.l.f. Здесь как тушь была и для бровей. Осталось только для бровей. Еще пользую. Это у нас, чтобы стрелочки рисовать, лайнер. Еще несколько лайнеров. Карандаш. Вот этот King Kong от W7. Это тоже сайхерп, черный карандаш для глаз. Это для бровей, остатки средства. Надо было тоже что-нибудь свеженькое заказать. Это сейчас, которым я пользуюсь, карандаш для бровей. Господи, где же взять еще один такой? Вроде я на Али заказывала. Он такой классный. Он выкручивающийся, поняли? Который не надо точить. Это так удобно. Да что ж такое? Я сегодня... Все, просто все роняю. Да, дальше. Эта тушь уже, по-моему, тоже пойдет скоро на выброс. Заказывала я ее на iHerb. Ну, на Wildberries можно заказать, но будет подделка. Здесь был оригинал. Ну, нам не очень понравилось. Кто бы сказать о ней? Я не жалею. Сейчас мне нравится вот эта тушь. Я ее купила по... Как это сказать? Рекомендации одного блогера. И она действительно классная. На Wildberries продается манифест рекомендацион. Очень крутая. Да, здесь у меня средство для очистки также кистей. И все. И кисти, которые идут для глаз, для губ. Вот это вот все здесь для бровей. Дальше тут спонж, которым я пользуюсь на постоянной основе. Его надо намочить, тогда он будет в два раза больше. И подставка под спонж. Вроде бы я ее покупала на Алиэкспресс. Алиэкспресс. Очень удобная. И также у меня здесь вот такая вот вазочка. Мне нравится хранить косметику в вазочках. Это и смотрится симпатично, и очень удобно. Вот сюда, кстати, и бальзам пойдет. Здесь, короче, всякие бальзамы у меня. Очень много всего. Слушайте, я в двух словах рассказываю. Потому что если реально делать какой-то мега-обзор, это будет очень длинный обзор, как вы понимаете. И это еще не все. Есть еще косметика, которую я пока еще купила, но пока не пользуюсь, потому что еще не сделала на нее обзор. Из-за этого она лежит вот тут у меня. Верхний шкаф забит просто косметикой. Это я гранатовый сок налила. Пока с вами тут болтаю. Хочу, кстати, сейчас масочку пойти какую-нибудь сделать. Да, к маскам мы сейчас доберемся тоже в ванной. В общем, здесь у меня бальзамы. Вот это я на Wildberries заказывала. Здесь жидкий бальзамчик. И такой выкручивающийся. Еще пока ими не пользуюсь. Вот такой. Это я заказывала на Wildberries. Два были в одном. Ананас и вишни. Я сейчас пользую ананас. А вишенка пока ждет своего часа. Вот. Это я на iHerb заказывала. Вот такой вазелин. Пока еще не пользую. Ну, тоже дома буду пользовать. Просто пока еще есть чем пользоваться. Вот такой с Алиэкспресс Romantic Beer. Это один из моих любимых. Недавно в пустых баночках я говорила об этом. Один из моих любимых бальзамов. Просто кайф. Ну, он наподобие, знаете, популярного аналога, который, конечно же, я тоже пробовала. Но скажу, что это просто кайф. И пахнет он очень вкусно. И хватает его надолго. Поэтому попробуйте. Я сейчас возможности оригинал заказать нет. Но вот это круто. Крутая штучка. Так, тут у меня остатки духов. Поскольку я купила новые недавно на Wildberries. Вот такие. Бланш. Ох, как же они пахнут. Это моя новая любовь, кстати. Вот. Поэтому вот эти. Вот. Victoria's Secret. Я их допользовать хочу. Но они тут лежат. Вот такой бальзамчик. Это что-то натуральное очень. У нас есть такое. Короче, называется Травы Кавказа. И там продаются такие бальзамы. Очень крутые. Тоже натуральные. Надо бы его допользовать тоже. В ближайшее время у него срок годности. Три года заканчивается. Так. Вот такие еще. Сюда они поместились. Оттеночные бальзамчики. Так. Пока тут лежат. Это у меня ночной. Ночное масло для губ. И дневной увеличивающий. Это я заказывала. Ну, объем увеличивающий. Но он печет. Как-то не очень прикольно. Но иногда пользуюсь. Вот. Вот эти заказывала на Wildberries. Сейчас у меня, поскольку ночной есть. Вот он там. Другой я сейчас пользуюсь. Ночную маску для губ. Блин. Я вам покажу ее попозже. Вот. Поэтому сейчас вот это лежит. Здесь отдыхает. Вот еще облепиховый нашла. Сейчас разбиралась. Там очень нравится. Обожаю. Покупаю в Ашан. Именно этот аромат облепихии. Бальзамчик классный. Да. И это для бровей. Бывалое. Просто. Заюзанное. Мыло для бровей. Что-то оно одной рукой. Никак. А. Вот открылось. Не открывается. Вот оно. Видите. Уже поржавела банка. Я его уже вымазала наполовину. Надо бы новое заказать. А то это просто неприлично. Но пока. Пусть будет. Пользую. Вот такие вот дела. А вот такие вот у меня тут. А. Подождите. Еще не все. Здесь тени. Здесь всякие реснички. Вот эта подставка. Чтобы кисть. Очень удобная штука. Когда вы делаете макияж. Чтобы кистью не пачкать стол. Вот так вот я кладу. Поскольку у меня стеклянный стол. И вот эти кисти от Эльф. Я их из-за того, что помыла неправильно. Они у меня обрезли. Очень это, конечно, грустно. Но что поделать. Я уже многие заменила. Но не все. Да. Вот здесь у меня магнитные реснички. И всякое-всякое-всякое для ресниц и бровей. Вот тут накладные реснички. Короче, не будем углубляться в этот отдел. Просто покажу. Здесь у меня всякие тени. Это Бейс. Обожаю. Это все Сайхерп. Очень крутые оттенки. Настолько любимые. Вот сейчас часто мат. Вот этот использую матовую палетку. Посмотрите, какая красота. Вот. Вот эта печь очень шикарная. Ньют. Очень нравится мне. Тоже. Тут такие оттенки. Реально крутые. И качество. Они вообще не осыпаются. Я ими стрелки делаю и хожу весь день. Посмотрите на ягодную палетку. Шик. Да. И несколько таких каких-то с Алиэкспресс. Нул-Ним. Мисс Роуз. Как у мамы в детстве. Вот. Ну и всякое такое. Это база под тени. Вот. Такие вот дела у меня на макияжном столике. Кому было интересно. Показала, рассказала. Сейчас еще покажу, что у меня есть в ванной комнате. Интересного. Там тоже есть что посмотреть. Вот у меня на прикроватном столике. Тумбочки, вернее. Вот такой сейчас я использую ночной бальзам для губ. Тоже очень классный. Так. В ванной комнате у меня всякие масочки здесь. Не знаю. Надо проверить тоже, что как по срокам. Но тут классная маска тоже. Помигрант гранатовая. Вот. Двойная масочка. Вот это пенная маска. Это с углем. Тут маски-пленки. Вот этот стик. Недавно покупала. На Вайлберес. В общем, всякие маски для лица. Я их недавно решила достать. Что получается, что здесь... Они здесь не стояли. Вот здесь было все так аккуратненько. Стояли только в коробке. А вот это я достала, чтобы понять, куда я это... Надо купить какую-нибудь корзинку и поставить, чтобы я это пользовала. Иначе оно просто лежит. Из-за того, что здесь сейчас пока еще... Вот наша, получается, зона, где здесь будет раковина. Но сейчас тут раковины нет. Поэтому все стоит просто на стиралке. Ой, это на сушилке. Вообще здесь будет раковина. И под ней тумба. И все это будет там. Здесь мои средства для ежедневного ухода. В основном это всякие спреи для тела. Очень много спреей для тела, для тела, для тела, для тела, для тела. Мицеллярка. Это тонер. Это гиалуроновый тоник. Это такой тоник с кислотами. Сайхерп от Елизаветки. Классные. Здесь лосьоны для тела. Всякие разные. Молочко для тела. Крем для рук. Крем для ног. Это гидрофильное масло. Очень понравилось. Заказывала на Вайлдберрис. Попробуйте. Крутая вещь. Крем для лица ночной. Джигот. Это корейский крем. Очень классный. И крем для лица дневной. Тоже Джигот. Очень крутой. Это наши дезодоранты. Мы пользуемся кристаллами. Это мужа. Он прям специально мужской. Вот видите? Такая серия. А это мой. Такой кристалл. Очень классное средство. Эти кристаллы. Они намного эффективнее, чем. И полезнее. Это более здоровый вариант дезодоранта. Попробуйте. Тоже на Вайлдбере заказывала. Вот такой сейчас у меня. Тут сыворотка. Здесь у меня павпав бальзамчик. Это крем вокруг глаз. Это сыворотка вокруг глаз. Это еще одна сыворотка. Это следующий крем-сыворотка вокруг глаз. Это вот такой противовоспалительный лосьон. Кстати, в Фиксе покупаю. Болтушка плюс салицилка. Ну, короче, очень вкусно пахнет. И очень хорошо помогает от воспалений. Прям точечно наносите. Очень быстро проходит. Это спрей для лица. Мой любимый. Здесь очень классный корейский. Скажите мне. Сыворотка. Корейская сыворотка для лица. Она с золотом. А вот этот тонер тоже с золотом. Люблю их пользоваться. Вот так вот. Если краткий обзор, то вот такая у меня косметика. Сейчас на данный момент. Показала и уходовую, и декоративную. Потому что не поняла, про какую вы спрашивали. Еще у меня есть здесь всякие, помимо зубных щеток, всякие кисти для нанесения масок. Вот. Силиконовая. И вот такая. И здесь у нас ополаскиватели для рта. Вот такой, такой, такой. Разные спреи для волос. Вот это вот солевой спрей. Классная штука, кстати. Вот этот мой любимый от Ришлапс. Обязательно попробуйте. Однозначно рекомендацион. Ну, зубная паста и всякая там ерунда. И еще у меня там стоят шампуни, бальзамы, скрабы для тела, всевозможные кондиционеры, бомбочки и всякое такое. Даже есть остатки этих для волос тут, филлера. Хотя у меня еще есть там в упаковке несколько штук. В общем, здесь всякое для волос. Вот. Ну и на ванной чуть-чуть пока стоит, потому что некуда поставить всякой тоже уходовой косметики. Ну, вот буквально сегодня я разбирала. Здесь у меня дополнительные всякие, вот, то есть дополнительный сразу спрей. Еще один для волос, то что без него просто невозможно, не представляю своей жизни. Здесь у меня куча спреев для тела дополнительных. Даже дополнительная умывашка. Сейчас подобная у меня стоит там в ванной. Вот. Тут что? Спрей дополнительный для волос. И куча молочка для тела, потому что тоже постоянно пользую. И здесь у меня дополнительно влажных салфеток. Несколько патчек. Ватные диски, ватные палочки. Куча всяких патчей всевозможных. Это очень крутые патчи. Это которые не гидрогелевые, а которые приклеиваются. Поняли? Коже. Вот. И полоски для носа еще здесь есть. Здесь у меня очень много всего. Тампонов в упаковку. Кстати, заказывала на Wildberries. Еще даже не открывала. Конкретно эти не пробовала. Думаю, хорошие. Здесь дополнительные зубные щетки запасные. И всякие штуки для нанесения масок. Еще очень много тканевых масок у меня там. Прям целая пачка тканевых масок и альгинатных. В общем, пока что все это сложилось здесь. Но, конечно, это все будет... Гляньте, кстати, какая коробочка крутая. Да. Какая коробочка. Вот. Все это, конечно же, будет где-то лежать в ванной, когда будет для этого места. Ну, пока вот так. А еще я нашла... Ну, после массажа на ролике... Вот я сегодня разбирала все свои маски. Нашла вот такой гель-еластик водоросли иловый. И после массажа на ролике я наношу вот такой гель. Поэтому поставила его пока тут. Пусть стоит. А еще здесь коробка совсем новогодним. Она уже полная. Ее бы надо наверх унести. И здесь стоит дорожка еще. Виброплатформа. Все это будет удобнее, когда вот это уберем. Тут будет посвободней. Посмотрите только, какую вкуснятина я сегодня приготовила. Это хрустящие баклажаны жареные. Ну, в общем, салат такой теплый. Там получается у нас пекинская капуста, розовые помидоры, огурчики. И свежая зелень. Петрушка, укроп и зеленый лук. Потом поверх всего этого я выложила обжаренные баклажаны. Они сначала были в соли, постояли. Вся вода ушла. Я их отжала. И перемешала с крахмалом. И обжарила. И они получаются хрустящие. И также отдельно я обжарила всякие орешки там. И орехи. Тут у меня семечки подсолнечные. Семена кунжута черные и белые. И грецкий орех. Вот такая вот вкуснятина. Сверху заливка. Это уже на вкус каждого. Я сделала кисло-сладкую заливку. Тут у меня наршарап, соевый соус, шарирача. Все перемешала. Добавила там лимонный сок еще. В общем, получилась такая вот вкуснятина. Садимся пробовать. Вкусно кушать. Мы летом очень часто такие салаты ели. Преимущественно он был из розовых помидор. Конечно, ну, по сезону, в общем, можно добавлять любые овощи. Всем, кто тоже кушает, приятнейшего аппетита. В общем, манипуляции происходят с помощью утюга и ленты, которую мы купили в Леруа. Подходит идеально. По цвету. Просто красотища. Вау. Уже выглядит круто. Ну, ладно, тут надо подравнивать. В общем, все дела. Ну, дело движется. Потом покажу результат. У нас на кухне еще там муж делает вот эту вот столешницу. А я что-то сегодня так устала. Готовка, уборка, все дела. Прилегла посмотреть сериальчик. Называется он Истинная красота. Это дорама. Если кто любит, то посмотрите. Прикольная. Вот такая комедия и мелодрама. Пока не смоешь, выводяешь. Прикольная задумка. Поэтому я решила его посмотреть. Вроде интересненький. Ну, для любителей дорамы, конечно. В общем, тут поклейка полным ходом. Мы покупали с запасом ленту. Такую в Леруа. Очень хорошо подошла по цвету. Все классно. Вот. Еще есть вот такая тоненькая белая, чтобы заклеивать. Что тут будет открываться. Вот там еще она будет заклеить. А так, ну вот просто посмотрите, какая красота. Здесь все лежит, потому что, ну, еще процесс шел. Вот. Получилось все очень аккуратненько, очень красивенько. И выглядит шикарно. Вот такая у нас столешница. Идентична один в один, как вот эта. Сверху, которые дверцы. Вот такой же материал. Вот. Широкая, красивая. Вот. Вы только посмотрите на эту красотищу. Просто великолепно. Теперь у меня огромнейшее пространство для готовки. Дополнительное. И это, конечно, суперудобно. Здесь я планирую там тесто мешать. То, что я пользовалась, по сути, вот этим маленьким кусочком. И все. Вот. Теперь у меня есть большое пространство, где все разложить, готовить. Когда противень ставить. Тесто мешать. В общем, всякое-всякое я буду делать здесь. Мне очень нравится. Я очень довольна. Вот. Получилось просто великолепно. Вот такой вот у нас теперь тут остров. Еще нужно будет сделать, чтобы она открывалась. Ну, там такие будут как держатели. И она будет вот так открываться. И там можно будет в морозилку иметь доступ. Ну, в целом, в принципе, показать уже можно готовый результат. Красота. 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 Продолжение следует...